друзья всем привет всем привет сегодня у нас будет вторая серия так сказать продолжим снимать об автобусах ну что найдем все покажем вот давайте начнем mazda mazda bongo да но это по большей части как идет наверное грузовые автомобили на вот их тут множество стоит на них будет потом у нас отдельный отдельный обзорчик это идет комплектация jl автомобиль идет с мягким с мягким салоном то есть внешний вид он как-то знаете ничем не выделяется все обычно все стандартно серый бампер серый цвет родное лобовое стекло на штамповка резина установлена 185 на 14 двери боковые сдвижные и вот эти вот так называемый мягкий салон то здесь здесь тряпка переднее сидение они тоже идут на живот и дверной карты дверной карте идет идет такая мягенькая обшивка посередине у нас идет широкий бардачок подлокотник множество ниш подстаканников климат-контроль 160 пробег 178 тысяч на данном автомобиля раздаточка идет сзади идет шторка но я еще раз повторяю да то что это уже больше как именно как такие грузовые рабочие автомобили на них мы сделал нас уже есть где-то на них обзорчик но будет будет еще давайте сейчас покажу объем багажного отделения и пойдем к следующему автомобилю стоит автомобиль и 796 тысяч грузоподъемность 950 килограмм здесь сзади салон тоже идет можно сказать мягкий дать nissan сирена в сером цвете 2015 год двухлитровая но это уже до 300 после рядом стоит черная на дори стал час их немножко сравним туманки решетка без литья летняя резина размер колес 195 65 на 15 это гибридная версия автомобиля бесключевой доступ боковые двери как вы видите сдвижные 830 тысяч рублей стоит данный автомобиль камера заднего вида установлена багажное отделение у нас забита да ну вот как раз вы можете оценить багажное отделение по цене немножко перепутал не 800 30 855 тысяч стоит данный автомобиль три ряда сидений есть комплектации где просто дверь открывается есть электро есть одна левая электро есть где 2 посередине вот такой один бардать не бардачок да ну как и бардачок то есть это и бардачок и подлокотник и подстаканник но в то же время он трансформируется мы его наверх поднимаем получается мы сюда можем усадить трех пассажиров также он ездит вперед не доезжая вплоть практически до водителя тем сам образуется у нас проход на второй ряд сидений мы на место ставим видите как далеко он лежать сидушки естественно у нас ездит вперед-назад вот таким вот образом получается проход на третий ряд сидений мы туда залезем а вот примерно вот примерно вот так это выглядит третий ряд сидений это стаканники столик с этой стороны тоже самое ну и по бокам ниша маленький подстаканник ручки дуйки так выходим что касается места водителя опять же дверная карта пластик электростеклоподъемники все четыре штуки тряпочное сидение датчик движения по полосе режим это регулировка зеркал руль обычный наполовину круиз-контроль есть мультируль клубка глонасс установлена мультимедиа-система бардачки все стандартно все обычно аукционный лист на автомобиль имеется отключение антибукса отключение системы ай стоп туманочка он туда вот спрятали ну и комплектация у нас идет простенькая простенькая даже без электро дверей собственно сервис автомобиля мотор ну давайте сравним вот это вот рестайл это пятнадцатый год вот черный цвет автомобиль 2013 года тоже гибрид это уже идет идет до рестайл литье летняя резина повторители автомобиль закрытой он идет на светом салончике черным цветом конечно красивый шикарный но всю грязь всю пыль на автомобиле сразу видно захватим немного цен новых шестнадцатый год 18 миллион сто восемьдесят тысяч гибридная версия рядом стоит тоже новых пятнадцатый год двухлитровый 4 воды то есть которые гибриды они идут 18 которые не гибридные версии они идут двухлитровые автомобили закрыты машины это у нас идет боксе 1 миллион двести двадцать тысяч гибрид тоже 18 еще один новых белый перламутровый 1 миллион двести двадцать тысяч ниссан сирены четырнадцатый год два литра девятьсот восемьдесят пять тысяч нам цвете 1 миллион четыреста двадцать тысяч автомобиль 4 в.д. делика 24 бензин одиннадцатый год один миллион триста двадцать тысяч honda ст вагон в сером цвете автомобиль 2012 года летняя резина на штамповках родные колпаки 880 тысяч дешевым как дешево это то что дешево да он переднеприводный автомобиль 2 в.д. начнем с багажного отделения сам багажник сидушки у нас прячется вниз так ну тут накидано я не знаю не будем поднимать прятать они просто туда в пол заезжают у нас образуется ровное пространство сзади монитор для третьего для второго ряда сидений обшивка двери багажника пластмасса кустик начайно закрыли с собой установлены ветровики бесключевой доступ 2 электро двери темный салон темный тканевый салон здесь посередине у нас идет подлокотник два подстаканника сидушки такие удобные мягкие массивные оба видали как они складываются давайте залезем на третий ряд сидений посмотрим что у нас там по месту здесь прям такой диван идет большой колонка для пассажиров третьего ряда по два подстаканника не подавай здесь два с этой стороны идет один подстаканник он давайте вот так сяду вот посмотрите по месту коленки практически никуда не упираются тайнезатор какой-то у нас стоит культурные автомобили автомобилях не пачкаем то есть некоторые знаете приходят машину смотреть я не знаю там дождь снег слякоть и на тебе в чистую машину грязных ботинках заходят труд продавцов тоже нужно уважать машины все чистятся полируются моются для вас чтобы вам было приятно смотреть чистые автомобили тоже дверная карта множество всяких ниш полочек вставка идет тканевая вот они видите две электро двери корректор фар идет двери можно электро отключить режим это отключение системы а и стоп отключения антипробуксовочная система мультируль управление менюшкой весну как бесключевой доступ и с автомобилем без кнопки да и сделают вот такого плана бесключевой доступ центральная панель сведена прямо напротив водителя бензина еще есть бензина японской спидометра 180 оборотов 7000 здесь идет столик столику по моему как то склада он вот так вот таком вот таким вот образом у нас складывается место ну ребят на место да вот такие автомобиль они вместе не нуждаются в рекламе место место тут реально очень очень много крыша потолок высокие массивные солнцезащитные козырьки зеркало на себя можно смотреть здесь лет прикуриватель заглушка какая-то бардачок верхний бардачок и просто нереально огромная магнитола ну соответственно управление управление климат-контролем так ладно автомобиль можно этот глушить но теперь давайте посмотрим на автомобиль автомобиль классом повыше я думаю все уже догадались что это за автомобиль с кожаными сидениями с электро сидениями с шикарной отделкой салона давайте посмотрим на его стоимость два с половиной литра гибрид 4 воды 2 миллиона девятьсот девяносто тысяч стоит данный автомобиль то есть садишься до в автомобиль сразу чувствую что что ты все там не в какую-то сирену да даже вот не в степ вагон в такой в добротный автомобиль кожаный руль деревянными вставками торпеда кожа память сидений кожа jbl подстаканник естественно электростеклоподъемники круиз-контроль полный мульти руль даже bluetooth можно вывести включение камеры кнопка старт-стоп подогрев руля обратите внимание есть подстаканники такого плана естественно это электросидение широкий шикарный подлокотник с нереально огромным бардачком usb вход прикуриватель розетка сто полторы тысячи здесь у нас идет два подстаканника подогрева сидений отключение режимов климат-контроль автомобиль с люком раз люк там будет второй люк шикарно шикарно красиво но дорого и смотрите пластика да тут его по минимуму вот кусок пластика вот здесь даже у нас идет не пластика тканевой вставки airbag airbag с той стороны все то же самое заходим автомобиль здесь идут на порожках дополнительные коврики то есть идет не пластик до на порожки лежит коврик автомобиль такой бизнес-класса и посмотрите ребят чего здесь только нету каких только регулировок салон шикарный давайте сядем туда обратили внимание на как какие звуки издает дверь ну что осталось нанять водителя и в путь на заявочки климат-контроль монитор подсветка ручки подсветка регулируется шикарный люк очень удобные подлокотники с подстаканниками что тут еще есть оба оба столик такой небольшой смотрите какие японцы молодцы как у них все продумано с этой стороны это понимаю все то же самое оба вылез не используйте этот стол во время движения ну здесь понятно у нас на регулировке да они прячутся закрываются с этой стороны так понимаю идет то же самое ну и третий ряд сидений ну а жди мама hdmi разъем видео бардачок тоже ниша какая-то небольшая одна выходим из автомобиля хотя вот здесь идет подсветка хорошего понемногу хорошего понемногу естественно здесь у нас идут всевозможные регулировки сидений откроем поставим все как было посмотрите просто на внешний вид автомобиля сейчас как-то вот допустим нам да они уже приелись пусть нам может нас уже сложно чем-то удивить когда не только начали появляться космический корабль обтекаемая такая форма летняя резина родное литье размер резины установлен здесь 225 60 на 17 ну естественно камеры вкруг на нем стоят думаю дверь электро вернее электро сама багажная деле даже в багажном отделении видите коврики там еще нише у нас есть запасное колесо запаска сиденье крепятся у нас по бокам видите даже для 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 третьего ряда сидений есть у нас подлокотники шторочки упустил момент для всех пассажиров боковые стекла иду с подогревом кнопку нажимаем дверь у нас закрывается автоматически ладно шестнадцатый год 2 и 5 гибрид 4 воды 2 миллиона девятьсот девяносто тысяч так давайте возьмем немного цен значит стоит тойота новых 14 год 1 миллион двести семьдесят тысяч мотор 18 гибрид еще один пятнадцатый год 18 1 миллион двести пятьдесят тысяч вовсе один миллион двести пятьдесят тысяч 14 год тоже гибрид задней части автомобиля эскуаер черный цвет надо попытаться найти нам открыли его один миллион двести тысяч рублей давайте посмотрим замечательный автомобиль это эскуаер шестнадцатый год такой знаете фиолетовый цвет ярко-фиолетовый цвет на родном литье на летней резине резина дала накладки заднюю часть автомобиля мне снимать немного неудобно видите давно здесь откос такой сзади спойлер массивная боковая боковая задняя дверь давайте попытаемся просто открыть главное не упасть никуда багажное отделение но все автомобили все они чем-то схожи третий ряд сидений поднимается он у нас наверх автомобиль гибрид электро дверь левая два капитанских кресла кожаные сидения подстаканник дверная карта темная с кожаной вставкой шторки задние сиденья тоже идут кожаные идет черный потолок на автомобиле давайте по месту посмотрим вместо тоже как бы в рекламе здесь не нуждается ну никак конечно там в эфарде во фаере да но тоже тоже ничего подлокотники левый не фиксируются здесь они не фиксируются посередине идет столик вот здесь у нас такой поручень удобный песка колоночка 1 колоночка 2 но это не колонки это пищалки кармашек здесь идет крючок тоже дорого очень дорого выходим ну естественно сидушка у нас ездят вперед назад здесь даже не под кожи это кожа сделано верхний бардачок нижний бардачок удобное сиденье коврики видите xquare написано здесь у нас идет назовем это столик подлокотники климат-контроль мультимедиа система и давайте посмотрим что со стороны водителя отличаются да не конечно решетка да это до этого мы создадим вот смотрите гибрида уже рассказывает воска датчик при столкновении на этом сейчас посмотрим все нахваливают свои автомобили значит по комплектации вот он вижу видим датчик при столкновении движения по полосе трк ов 2 электро двери кнопка старт там просто стоит не гибридный не гибридный он намного подешевле но сейчас тоже покажем смотрите вот я сейчас автомобиль сел в автомобиль сел все двигатель у нас заглох поршневая группа сейчас не работает то есть автомобиль будет ехать на гибриде ручка переключения передач rn db обратите внимание здесь нету п парковки то есть мы с вами поехали не неважно остановились надежка что встать на парковку нужно нажать вот эту вот кнопочку пвр и комод и в мультимедиа система говорил кожаный руль кожаный руль управление магнитолой круиз-контроль есть темный потолок говорила очечница солнцезащитные козырьки с подсветочкой подсветка почему-то не работает вот а здесь загорелась подсветка видимо нужно будет поменять лампочку ну и центральный монитор на куда сводится на управление управление печкой что тут еще показать торпеда пластик но пластик идет мягкие обзорность шикарная великолепная я бы добавил бы сюда в случае покупки зеркала заднего вида взял бы повыше да и пошире потому что автомобиль большой зеркало зеркало все-таки маленькая по месту но по месту места здесь очень-очень много здесь у нас идет подогрев сидений подвижной подстаканник на два стаканчика снизу ниша со столиком с этим принципе сделать ничего нельзя давайте посмотрим подкапотное пространство 18 инвертор все удобно доступно на миллион триста шестьдесят да он стоит напоминается на 1 миллион триста шестьдесят тысяч ну вот рядом стоит еще один 15 год то 16 это пятнадцатый год это не гибрид то есть у них разные решетки туманочка немного другого плана ну и фарики различаются также вот зеркала заднего вида тоже разные тоже отличаются здесь восьмиместный подсказывают здесь салон уже идет такой попроще центральная панель все то же самое кроме ручка переключения передач все те же самые бардачки на сайте райт . вот конечно тут конечно побогаче у нас идет ну и опять же смотрите различия по сиденьям то есть если там два капитанских креста здесь сплошной диван 8 местный потолок идет светлой пойдемте посмотрим что со стороны водителя они 275 проверка мультируля работает смотрите вот сам мультируль до управления менюшкой она работает магнитола почему-то не хочет возможно возможно магнитолу меняли здесь да и не подключили но это все решаемо пробег 135 тысяч одна электро дверь система а и стоп электростеклоподъемники проход на второй ряд сидений сады там включена вам печки было не показал очечница тоже с подсветкой вот какой-то микрофончик японии сюда прилепил автомобиль стоит один миллион сто шестьдесят тысяч рублей я вам скажу как-то вот под упали они в цене автомобиль заводится с ключа давайте возьмем еще цен перед нами стоит не знаю как это назвать космический корабль стоимостью 3 миллиона девятьсот тысяч рублей гибрид сюда мы дойдем обязательно найдем если захотите сделаем обзор на этот альфарт в этом автомобиле должно быть все но один миллион сто пятьдесят тысяч четырнадцатый год четыре воды тойота был fire 2012 год четыре воды один миллион пятьсот восемьдесят тысяч альфард четырнадцатый год четыре воды один миллион семьсот тридцать тысяч очень большой выбор автобусов вот на вот этой стоянке смотрите ряд практически одни автобусы и нохи и вокси волфайры эксквайры и степы старый степ стоит чего здесь только нету один миллион сто семьдесят тысяч гибрид 1 миллион сто девяносто тысяч степ 17 год семнадцатый год 4 воды 1 миллион семьсот пятьдесят тысяч еще один белый 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч следующий попроще шестнадцатый год 1 миллион двести тысяч семнадцатый год 4 воды 1 миллион четыреста восемьдесят тысяч шестнадцатый год 1 миллион двести девяносто тысяч ниссан сирена шестнадцатый год 1 миллион триста шестьдесят тысяч тойота и steam а тоже полноценность шикарный комфортабельный микроавтобус фары линзы туманки хромированная накладка родное литье летняя резина видите гибрид родное стекло повторители здесь у нас идут зеркало на колесо на боковую дверь автомобиль со светлым салоном бесключевой доступ так давайте как-нибудь сейчас пройду что вам заднюю часть автомобиля показать белый шикарный пиломутровый цвет состояние офигенная то есть он выделяется и смотрится автомобиль нету ни косяков ничего сзади спойлер дополнительный стоп-сигнал метла стопарь такой продолговато на всю дверь на заднюю так чё у нас дверка дверка просто изначально неправильно начал открывать багажное отделение такая знаете вот яма колодец какой-то на проваливаться ну короче говоря вместо очень много там и понимая донкрат трансформация сидений вот туда все это дело у нас прячется ровного пола как такового нету но тем не менее образуются огромный багажник так неудобно делать раз сзади идут давайте сейчас назад отойдем что спереди у нас спереди как в самолете машина шикарная управление мультимедиа системой отключение антипробуксовочной системы это двери отключаются электро двери климат-контроль светлый салон здесь вот есть прикуриватель интересно сделал бардачков очень много но в принципе машина очень комфортабельная и очень удобно и ладно подвергнем картам у нас здесь идет идет пластмасса пластмасса идет мягкая здесь тканевая вставка машины немного не почистили не знаю может недавно пришла здесь написано указано у нас то что вот это место идет под бутылочницу стаканик сюда не влезет здесь какие-то бумаги можно положить сюда далее значит дверь боковая как вы видите сдвижная здесь лежат коврики светлый салон с удобными сидушками два капитанских кресла идут по два подлокотника посередине идет столик так не могу понять разбираются у нас или нет как-то видимо разбирается раз опустился вниз ну и соответственно у нас получился с вами проход проход на третий ряд сидения так как бы нам туда залезть давайте наверно залезем то есть я так понимаю сейчас вот эти две сидушки они подвинуты до упора до конца до конца проходим на третий ряд сидений как бы я уже сразу вижу то что место взрослому человеку здесь будет довольно таки мало посмотрите я сел да я сел все у меня коленки туда уперлись на дальние дистанции на дальнее расстояние мне здесь будет ехать мысли честно тяжеловато детям до детям вполне будет комфортно два подстаканника колонка какая-то ниша подогрев стекла ручка вонючку сюда посадили подсветка дуйки с этой стороны все то же самое ремешок безопасности и сзади я так понимаю три человека то есть раз два три 4 5 6 7 7 местный автомобиль здесь у нас идет вот такого плана рычажок то всего мы нажимаем у нас сидушка отъезжает вперед удобно сделала на выходим отсюда далее значит пол как сейчас я сяду по удобству для второго ряда сидений вот такая вот есть подставка для ног то есть вот здесь мы рычажок нажимаем она выезжает и все-таки вот эти сидушки одни уезжают у нас до конца ну тогда в принципе можно здесь будет сесть да не знаю грубо говоря там вытянуть ноги полежать отдохнуть где-то в поездке печка тоже у нас подсветка идет здесь это какая-то заглушка здесь просто розетка ты понимает это вентиляция пойдемте посмотрим сколько места еще со стороны со стороны пассажира не то что место до что здесь есть верная карта все то же самое здесь коврики на коврике это уже здесь поселили вот они тряпочные коврики лежат внизу бардачок эта документация идет на автомобиль аукционика здесь не видно вот два подстаканника показывали климат-контроль ну и центральную панель она сама опять же вот увидено на середину но она как бы скошена в сторону водителя пробег 77000 спидометров 180 электронный бензобак вот это вот 10 20 30 это понимаю расход расход топлива ради автомобиль прогрелся можно ехать а также здесь еще есть зеркало она как бы заднего вида но в то же время она смотрит на пассажиров кнопка открывания двери вот она сбоку только дверь откроется кнопочку нажали всю дверь у нас открылась что тут еще есть эта подсветка у нас всевозможное мы опять же зеркала с подсветочки идут ручки для удобных поездок вот эти стекла они идут с подогревом ну и опять же то есть если здесь была сплошная стойка дата обзорность ему никакой не было так идет и больше света получается у нас салоне но и опять же обзор нас по месту вот смотрите мыши здесь сидим как бы я думаю да не думаю я уверен да то что место здесь очень много хватает места не прям сидишь в автомобиль комфорт комфортный автомобиль я думал по региональному он очень хороший да в отличие допустим от каких автобусов здесь аэродинамика совсем другая трассе все параметры то есть мало того дошла 24 плюс он еще гибрид гибрид тоже конечно конечно дополняет ну что тут еще есть принципе больше ничего такого интересного нету это показали показали тут все показали бардачок он открывается в одну сторону и здесь идет до такого плана до в одну сторону открывается бардачок ручка переключения передач рндс б с это спорт спорт режима лет камеры заднего вида есть не на камера заднего вида установленного смотрите дверь открыта до показано то что дверь у нас открыто это именно открываем переднюю левую дверь тоже все указано соответственно откроем богатник все это будет показано дверь закрываем кнопочку нажали все расход на данный момент показывает 9 3 то на 1 литр мы проезжаем 9 и 3 километра почему такой большой расход топлива потому что машина стоит периодически и периодически заводят ладно закрываем и забыл скоро стоит значит и steam и 14 год миллион триста восемьдесят тысяч стоит данный автомобиль ну и также смотрите идет вот такого плана ключ закрыть открыть машину когда закрываем у нас зеркала уши они складываются машину открываем из пульта можно открыть боковую дверь электро то есть кнопочку нажали все дверь сама открылась очень удобно кнопочку нажали дверь сама закрылась